По три полосы в каждом направлении. Реконструкция Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону – одна из самых масштабных за последние годы. Её начали в 2013 году. И спустя почти четыре года по реконструированному, а по сути заново построенному мосту, торжественно запустили рабочее движение. Первыми на переправу въехали ретро-автомобили. Прежний мост был построен ещё в начале 60-х. По нему по двум полосам в каждую сторону в сутки могли двигаться до 19 тысяч автомобилей. В феврале 2014-го здесь закрыли движение. Мост демонтировали и на его месте построили новый. Теперь переправа способна принимать до 80 тысяч автомобилей в сутки. Я ещё с отцом застал, на Вудёновском ездил по старому мосту. Но уже второе рождение этого моста. Очень приятно. В одну сторону три полосы. Очень приятно будет езжать в Ростов. На реконструкцию Ворошиловского моста выделили более 6 миллиардов рублей. Причём полтора миллиарда из них – средства, перечисленные грузоперевозчиками через систему Платон. Новая магистраль значительно сократит время приезда через Дон и избавит от дорожных заторов. Это путь в Новый Ростов. Потому что левая бережная зона города Ростова приобретает совершенно другое значение с точки зрения развития Ростова как столицы региона. Центральный пролёт расширили до 150 метров. Там смогут проходить даже крупные суда. На левом берегу Дона смонтировали шумозащитные экраны. Для удобства пешеходов уже к ноябрю введут в эксплуатацию по два лифта подъёмника с каждой стороны. Ворошиловский мост позволит комфортно перемещаться тысячам болельщиков к стадиону Ростов-Арена, на котором уже в следующем году пройдут матчи домашнего чемпионата мира по футболу. Конечно, такой объект был необходим. Он по-новому перевернёт связь двух берегов столицы. И я сегодня от всей души хочу сказать спасибо дорожникам, мостовикам за этот прекрасный подарок к чемпионату мира по футболу, который откроет ворота здесь, в Ростове, уже в следующем году. В этот день министр транспорта России и губернатор Ростовской области наградили мостовиков и дорожников за своевременную и качественную реконструкцию переправы. Мне очень приятно, и я горжусь этим, то, что для Ростова сделали мы такой вот мост. Город оценят, люди, жители оценят, мне кажется, водители уже оценили, что намного легче стало передвигаться в Ростов, из Ростова выезд. По близости с Ворошиловским мостом на южном подъезде к Ростову-на-Дону предстоит завершить строительство ещё нескольких эстакад и путепроводов.